Всем привет! С вами Координационный Центр, я Георгий Георгиевский, и мы продолжаем серию видео-интервью приуроченных к 20-летию Координационного Центра. Сегодня с нами Лена Синченкова, интернет-деятель чуть ли не с самого основания, даже не чуть ли. Лена, привет! Я обычно со всеми, с кем беседую, с нашими коллегами-друзьями, начинаю разговор с вопроса, вообще как случилось, что ты пришла в телекоммуникации, связь, отрасль нашу интернетовскую? С чего вообще начался твой трудовой путь? Случилось интересно, потому что я по образованию, по-первых, физик, закончила МИФИ и работала по распределению в Курчатовском институте. Ну, так сложилось, что появился интернет, появился он в недрах, в том числе, Курчатовского института. И как-то я плавно мигрировала в информационно-вычислительный центр, мне было интересно это направление, и просто переходом между отделами в Курчатовском я туда перешла. Рилком долго был внутри Курчатовского института. И вот так я оказалась в Рилкоме, одном из первых интернет-провайдеров, вместе с Демосом, который был. И, собственно, мы запускали интернет коммерческий. А расскажи, что ты там делала? Я работала сначала в административно-диспетчерской группе, которая подключала всех пользователей, объясняла им старательно, что такое интернет, как им пользоваться и вообще что делать. А потом уже я переместилась в область развития услуг и маркетинга. И с тех пор во всех телекоммуникациях, которые я переходила еще потом, я занималась развитием услуг и маркетингом. Ну, первый опыт работы с пользователями, которые просто совсем ничего не знали об этой новой, совсем новейшей тогда услуге, это, конечно, бесценное и в любом случае это огромный тоже опыт работы. Вот, так что с Рилкома. А дальше я несколько раз меняла места работы. Очень долго работала в компании Golden Telecom с Вентел, который впоследствии купил в Ampelcom. Это тоже одна из лучших телекоммуникационных компаний на рынке была. Вот, а сейчас, сейчас я работаю заместителем главного редактора научно-технического издательства ДМК Пресс и выпускаю умные книжки про, ну, в том числе про телекоммуникации, про интернет, про интернет вещей, про физику, про математику. То есть, ну, такие вот серьезные книги. Вспоминая прежние годы о Рилком и там последующей организации вроде Макамнета, там каких-то еще, что для тебя тогда были домены SU и RU? Как ты их воспринимала? Они не были для меня как-то оторваны от интернета в целом, потому что это составная часть интернета, его инфраструктуры. И это были текущие проекты мои. То есть, мы запускали в том числе доменные зоны. Ну, расскажи, что ты что-нибудь помнишь из запуска доменных зон? В большей степени я помню запуск 155 зон новых, который был в 2014 году, потому что на тот период я работала в РУ-центре, уже у я и Севентел. И как раз 155 зон довольно трудно не заметить, как мы запускали. Вот, это был большой проект. Я хорошо помню SU запуск и RU, потому что это было самое начало интернета. Писались с нуля все документы, просто на основании которых будут работать пользователи, регистраторы, разные структуры. Это все было очень как-то, поскольку новое, и с нуля, то, конечно, западные аналоги были, но их приходилось трансформировать в российские реальности. Вот, поэтому сам процесс подготовки документов, он как-то занял много времени, больше, может быть, чем технические составляющие все. РФ запуск. Ну, я тоже помню, но это уже было более такое техническое дело, то есть просто нужно было как следует разрекламировать зону, ну, там, конечно, подготовить, но подготовить больше с точки зрения маркетинга, не технически. Технически уже были накатанные рельсы. А, конечно, первые запуски – это еще и решение всех технических проблем. Ты застала времена координационной группы, времена становления координационного центра, превращения системы регистрации доменов в распределенную с многими регистраторами. И как раз была руководителем одного из тех самых направлений регистрации доменов в компании «Совентел». Нет, я была совсем не руководителем направления регистрации доменов. Для «Совентел» это была крохотная маленькая услуга, а я была директором департамента развития услуг и маркетинга для корпоративного сегмента. И домены, ну, так сказать, как услугу втащила только исключительно из своей личной любви к доменам. Ну, в «Совентел». Так, да. Исходя из того, что в «Импелком», так сказать, как правоприемник «Совентел», до сих пор не отказался быть регистратором, я думаю, что им это зачем-то надо. Хотя это крупный оператор, и он единственный крупный оператор среди всех регистраторов доменов. А расскажи, пожалуйста, вот что тебе запомнилось такого интересного, может быть, забавного или яркого, из того момента, когда появились несколько регистраторов доменов, кроме «Совентел», в том числе и ваша компания «Совентел». Ну, так как тогда, когда появилось несколько регистраторов, я была на стороне «Совентел», мне больше всего запомнились вопросы, как, как может стоить регистрация доменов у вас 100 долларов, когда она везде стоит 20 долларов. Я говорю, в условных цифрах примерно это было, в рублях столько. И мне приходилось всем объяснять, что корпоративные сегменты, корпоративный клиент, для него время и процедуры общения с персоналом какой-то организации, которая предоставляет услуги, более ценно, чем эта разница в 80 долларов. И они могут потратить больше на логистику, поэтому многие корпоративные клиенты готовы покупать услугу дороже, лишь бы только в одном месте. И мы в пакете с многими другими услугами, гораздо-гораздо более дорогостоящими, в том числе предоставляли вот эту маленькую услугу доменов по какой-то ужасной цене, совершенно невозможной, тем не менее, клиенты не уходили туда, где дешевле. Это то, как было видно, ну, со стороны Севентел. А многие какие-то, ну, может быть, ссоры или какие-то такие взаимные, постоянные наезды, Руцентра, на Регру, там и на прочих других регистраторов. Я помню, ну, это какие-то такие были несерьезные, скажем. Больше рабочие моменты. Больше рабочие моменты, да. То есть в целом на рынке этой услуги совершенно всегда была доброжелательная обстановка, несмотря на старательные попытки перетягивания каких-то, может быть, объемных клиентов друг к другу в основном всякими ценовыми скидками. Ну, насколько я сейчас вижу, я сейчас невнимательно слежу уже за рынком доменов, это уже прекратилось, рынок стабилизировался с какой-то ценой. В конце концов, есть цена обслуживания, услуги технического и человеческого. Так что в такой степени, может быть, сейчас уже нет этих. Ты участвовал в нескольких проектах координационного центра как эксперт отрасли. Расскажи, пожалуйста, в каких проектах это было? Ну, начиная с координационной группы, когда писались в составе всей координационной группы, прежде всего, пакет документов. У меня вот больше самое воспоминание осталось об этих спорах, очень долгих иногда, о том, что и как сформулировать. Потому что некоторых понятий просто не было, они отсутствовали в юридической практике. Вот, у меня, поскольку сейчас уже и второе есть образование юридическое, то, в принципе, эти аспекты, вот юридические, они мне как-то сильно запомнились. То есть не знали, как написать, чтобы избежать проблем. Потому что проблемы могут быть разные, связанные с предоставлением услуги. Мы прекрасно знаем, приходится закрывать сайты, отнимать доменные имена, незаконно занятые. Ну, то есть есть негативные стороны в любом бизнесе. Нужно уметь противостоять, заранее что-то противопоставить этому, в том числе в договорах. Ну, то есть вот какие-то такие моменты. Вот это очень запомнилось. Кажется, что очень скучно. Но на самом деле было довольно весело и в целом увлекательно. Чем для тебя лично, как для Лены Сенченковой, был Координационный центр вот 20 лет назад? И чем он для тебя является сейчас? Сейчас он для меня является, как и положено такому центру, центром развития национальных доменов нашей страны и центром, поддерживающим всю доменную индустрию. И отчасти интернет тоже российский сегмент со стороны нашей страны. То есть одним из таких столпов, который поддерживает сегмент интернет глобально в нашей стране. А вначале, как бы просто становление самого Координационного центра, поскольку приходилось строить организационную его структуру, то мне даже предлагали в нем поработать, но в силу того, что СВНТЛ была тогда настолько прекрасной компанией, я, конечно, не собиралась никуда переходить. Ну, я приезжала на заседание почти на все и просто принимала участие в общей работе и в становлении Координационного центра как структуры. Расскажи, пожалуйста, свое мнение о NewGTLD, о новых доменных зонах. Скоро ведь откроется новое окно возможностей и прибавится еще какое-то количество новых зон. Что это нам сулит и, на твой взгляд, насколько это вообще полезная для в целом интернета штука? Я думаю, что полезная, потому что, во-первых, появилась возможность у компании и у людей выбирать себе красивое имя, а это все-таки довольно важно для адресации, в разных зонах. Когда мне прислали платежку за тепло компания, которая мне предоставляет услуги тепловой связи, так сказать, подогрева воды и отопления с сайтом оплата.о-о-о-о, я поняла, что домены пошли в люди. Действительно, разные, самые разные компании могут выбрать себе простое доменное имя в разных зонах, раскручивать его достаточно успешно и просто таким образом немножечко делать легче продвижение своего бизнеса, своих услуг. То есть, в целом, домены и разные зоны – это полезно. Наверное, есть заранее какие-то зоны, которые умрут, которые будут коммерчески невыгодными. И если их никто не будет спонсировать, они должны исчезнуть. Ну, я не вижу в этом ничего страшного. Появятся другие, более коммерчески успешные. Расскажи немножко о Савантеле, потому что тоже история. Да, прекрасная причем история, которую помнит огромное количество моих коллег тоже по этой компании. Значит, Савантеле был первым коммерческим оператором связи в России, который был образован в 1998 году. Тогда разрешили до 1998 года весь трафик, абсолютно весь трафик, только передавался Ростелекомам. И у нас была полная монополия на услуги связи. И вот, значит, решениями на тот момент правительства была разрешена коммерческая передача трафика, то есть коммерческие услуги связи. И была образована эта компания, как российско-американская компания, соответственно, с другим типом, стилем управления, чем мы привыкли. Так как Релком был еще, ну, так сказать, классической российской, советской, даже можно сказать, компанией. Вот. И, ну, как-то так получилось, достаточно естественным образом, что один из моих бывших коллег-знакомых меня туда позвал, как человека, который хорошо знает интернет, для того, чтобы запускать услуги интернет в этой компании от имени этой компании. Хотя первоначально там были только телефонные услуги. Ну, и, собственно говоря, как-то так вот я согласилась, потому что, может быть, на тот момент уже в Релкоме я достигла своего потолка роста, и можно было бы работать, наверное, долго еще. Ну, в силу того, что я всегда занималась развитием услуг, мне новое в целом, конечно, было всегда интересным. И я туда перешла. Сначала на позицию менеджера по развитию услуг, и потом, там, за 12 лет, которые я там проработала, я доросла там до директора департамента, собственно, развития всех услуг, и маркетинг там же был у нас. Так что мы запустили в Севентел огромное количество все современные услуги связи. Это была компания, очень известная на рынке среди бизнес-клиентов. Прежде всего, ориентирована она была на бизнес-клиентов. В процессе своего развития были приобретены ею многие компании. Но в конечном итоге этого оператора купил Билайн в Эмпелком. Это вполне логичный, так сказать, путь развития событий. Но, тем не менее, с этой компанией я прошла огромный путь. Запустила в эксплуатацию все современные услуги связи. И все, что есть сейчас на рынке, в целом, в том числе, запускалось моими руками и моих коллег. И нас много, и все мои коллеги работают сейчас во всех операторах связи. Поэтому... Кто-то остался, конечно, в Эмпелкоме. Да, кто-то остался, конечно, и в Эмпелкоме. Ну, в силу покупки бывают часто достаточно люди расходятся по разным компаниям на рынке. И поэтому мои коллеги прекрасные работают сейчас везде. И в Ростелекоме, и в Мегафоне, и в Теледва, и в МТС. Ну и в... А дальше был у тебя РУ-центр и запуск новых доменов. Да, в силу того, что с Эвентелл был куплен Билайн, ну, опять же, происходит сложная реструктуризация компаний. Вот, кроме того, последние два года, вот, после покупки, они были очень-очень тяжелыми. Чисто физически был огромный объем работы. И я решила уйти просто с тем, чтобы хотя бы даже сбросить какое-то на некоторое время объем задач. А расскажи, пожалуйста. И я ушла в РУ-центр как совершенно родным людям, потому что многие люди были еще там из Велкома. И прекрасно мне, конечно, были знакомы эти услуги. Да и тут вот, кстати, так сказать, запускался огромный объем новых зон. То есть фронт работы был для человека, занимающегося развитием. Ну, и так вот, логически, так сказать, как-то. Большой верхой в твоей жизни была компания Postgres Pro. Что там было интересного, яркого? Значит, ну, в компании Postgres я работала... Это была последняя компания, где я работала в офисе, потому что сейчас в издательстве я работаю дома, полностью удаленная работа. И вот как раз перед издательством я работала два года в компании Postgres. Это был интересный тоже эпизод рабочий, потому что я к ним пришла из интереса запустить совершенно немного другие услуги, чем телекоммуникация, разработка программного обеспечения на российском рынке. Эта компания очень активно продвигает российский Postgres, очень активно замещает, вытесняет с рынка Oracle коммерческий и значительно более дорогой, нежели Postgres. Ну и как-то вот, так сказать, подыскивая себе какое-то место работы после некоторого перерыва, я сознательно совершенно попросилась к ним. Причем не на вакансию, как оказалось потом тоже развитие и маркетинга. У них была вакансия технический писатель, а мне что-то уже немножко надоело, вот бегать там все время, ну как-то, директор по развитию или даже не директор, а замдиректора или даже менеджер, он только постоянно все время бегает, он постоянно с кем-то общается, и в принципе от этого немножко устаешь. И я подумала, да я так много знаю по, в общем-то, разной технике и программное обеспечение знаю неплохо, почему бы мне не попробовать поработать более спокойным техническим писателем. И я пришла к ним на собеседование, на которое меня предусмотрели, вероятно, удивившись резюме, которое я им прислала. Спросили меня несколько там каких-то вопросов, слов про Postgres, знаю ли я что-то, своим познанием Postgres я потрясла, вероятно, потому что кроме Select From, я плохо уже на тот момент помнила что-то из команд. Но тем не менее, у меня довольно просто широкий кругозор, хотя я не программист, но освоить какие-то детали могу. И ребята, значит, эти из команды технических писателей сказали, надо брать неважно кем. И меня, значит, взяли, собственно говоря, на то же направление, к которому я привыкла, то есть развитие и организация мероприятий, ну и маркетинг, то есть весь этот сегмент. Это было очень интересное тоже два года. Прекрасные провели несколько конференций, кстати, конференции по Postgres крупнейшие в мире, в России проводятся. Ну и я надеюсь, когда карантин нас оставит уже, то они возобновятся снова в формате личных встреч, а не так, как сейчас онлайн. И, конечно, мы остались с друзьями, с всеми коллегами по Postgres, но я на конференцию пригласила в качестве партнера вот это издательство, ДМК Пресс. В результате чего меня пригласили туда поработать замглавного редактора. И вот я уже три года выпускаю книги и безумно счастлива, прежде всего, тем, что мне не надо ездить в офис. Удаленка для тебя случилась раньше, чем для остальных. Да, удаленка для меня случилась раньше. На самом деле мне уже давно хотелось уйти от этих постоянных ежедневных визитов в офис, которые на самом деле у всех людей занимают огромное время. И особенно в Москве, где так тяжело передвигаться. Так что я прекрасно себя чувствую, работая дома. И мне нравится выпускать книги, тем более, что я знаю всю эту тематику. И фактически я опять занимаюсь тем же самым, но только уже в области продвижения услуг образовательных. Давай представим себе, скорее всего, так и случится, что через 10 лет в год, когда мы будем отмечать 30-летие Координационного центра, мы соберемся здесь либо в каком-то другом месте. И какой нас интернет будет окружать? Какие сервисы, услуги? Сохранится ли вообще такое понятие, как интернет, или это переродится во что-то другое? А вот через 10 лет встретимся и посмотрим, что ты сегодня сказала, и сравним. Да, ну я могу сказать то, что видно сейчас из нашего сегодняшнего дня. может быть, мы не можем всегда предсказать какие-то технические или политические моменты. Надеюсь, в будущем, что все будет в порядке с политикой, и мы не рассоримся со всем миром. Можно сказать, что интернет останется, как бы он ни назывался. Быть может, его назовут зачем-то, почему-то немножко иначе. Ну, через 10 лет еще не думаю. И он станет более прозрачным, то есть полностью исчезнет анонимность, которая сейчас еще есть, но с которой активно борются. Ну, опять же, нужно понимать, есть негативные стороны, да. Нужно к этому относиться спокойно, я к этому отношусь совершенно спокойно, никак. Для меня интернет и сейчас абсолютно не анонимен. Он станет более децентрализованным. И посмотрим, сколько спутников Илон НашМаск запустит через 10 лет. Сейчас он запустил 500, и, может быть, через 10 лет их будет уже, не знаю, 50 тысяч. его сеть Starlink накроет всю планету. Ну, конечно, останутся и проводные коммуникации. Тем не менее, в этом направлении движется децентрализация. Изменятся, усовершенствуются протоколы взаимодействия серверов, сайтов с пользователями. Появится Web 3.0, который будет более адаптирован для работ искусственного интеллекта и всех интернет-вещей, которые будут оснащены искусственным интеллектом. То есть, через 10 лет это направление еще гораздо будет более продвинутым, чем сейчас. Хотя и сейчас уже мы видим много умного. Билайн тот же со своей рекламой робота, который естественным образом уже входит в жизнь семьи и какой-то там кофеварки, которая где-то на скале, мне кажется. По-моему, классический пример, когда это естественно, совершенно интегрировано уже в обычные бытовые домашние услуги. Так что будет двигаться вот в этом направлении, я так думаю. Ну, будет важным направлением безопасности, защищенности, собственности сетей. Но я надеюсь, сеть не распадется все-таки на отдельные страновые сегменты и останется единой. И суверенные интернеты, интранеты будут, может быть, существовать для каких-то образований. структур внутри страны, но останутся пространства единые для населения обычного гражданского. Хорошо, проверим через 10 лет. Встретимся 21 апреля 31 года. Хорошо. В завершении нашей встречи сегодня я бы хотел тебя попросить высказать свои пожелания к Координационному центру в год его 20-летия. Ну, прекрасная дата, 20 лет это срок для своего детища отчасти. Это больше, чем совершеннолетие. Пройден большой путь и достойный очень путь. Так что, ну, остается пожелать так держать, держать руку на пульсе технологий и политических течений, направлять по возможности. И встретимся через 10 лет. Обязательно. Спасибо за пожелание, спасибо, что пришла к нам. Всегда рада. С нами была Елена Сенченкова, а это Координационный центр, и мы будем продолжать. Всем пока. До встречи через 10 лет. Субтитры сделал DimaTorzok